Вот так сейчас выглядит порт Крым. В очереди на паром. Всего 10 машин. Ожидание 2-3 часа. С противоположной стороны порт Кавказ. Транспорта гораздо больше. Около 500. Простоять придется почти 5 часов. Но даже туристы говорят, по сравнению с прошлыми годами, это очень быстро. Был просто ужас. Можно сказать, 8 часов мы переправлялись туда, вернее сюда. И обратно попали в шторм. Ровно с Суфиской стояли. 20 часов. Непогода единственная причина, которая может повлиять на работу порта. Но в транспортной компании уверяют, прошлогодних 20-ти часовых пробок уже не будет. Неделю назад из-за штормового предупреждения движение на Керченской переправе пришлось остановить. Машины простояли в пробке всего 7 часов. Как только погода наладилась, порт заработал в обычном режиме. Сейчас через Керченский пролив курсирует 8 паромов. Средняя вместимость каждого 150 машин. Пропускная способность почти 300 в час. К тому же на готове еще два парома. В случае чего запустят и их. Разгрузить переправу помог и электронный билет. Его ввели в середине мая. По словам транспортной компании, в начале курортного сезона им пользовались единицы. Сейчас около 70% туристов. Это не предел. Мы планируем с морской дирекцией увеличивать этот процент вплоть до всей возможной паромной емкости. Сейчас скорость прохождения электронных билетов на Керченской паромной переправе составляет где-то от часа до двух. Андрей Ржевский на отдых в Крым поехал впервые. Говорит, если бы не электронный билет, от поездки на машине наверняка бы отказался. Мы напуганы были прошлогодними. Рассказывали, что там люди по 12 часов сутками стояли. А так мы понимали, что у нас есть определенное время, к которому мы подъедем и уедем. Небольшую очередь отставить все равно придется. Желающих попасть на курорт становится все больше. 30 тысяч пассажиров в день. Это только по приблизительным подсчетам. Крыму сегодня примут двухмиллионного туриста. В транспортной компании уверяют, даже если пассажиропоток увеличится и разыграется непогода, порт справится с нагрузкой. Анна Арестова, Ольга Афанасьева, Владислав Осипов, Крым, Первый канал.